Сегодня я вам хочу рассказать несколько сюжетов по поводу частицы, называемой нейтрино. И название моей лекции «Нейтрино. Ключ к познанию Вселенной». О чем будет эта лекция? Я вам расскажу о трех загадках. На самом деле загадок в этих нейтринох гораздо больше, но здесь будет только про три, потому что времени мало. Первая загадка – нарушение закона сохранения энергии в бета-распадах ядер и как с этим связаны нейтрино оказались. Вторая загадка связана с тем, каким образом светит Солнце, то есть какой источник энергии в нашем Солнце. И соответствующая загадка называется «Загадка солнечных нейтрино». И третья – это источники астрофизических нейтрино огромных энергий. Что касается первых двух вещей, то эти загадки на сегодняшний день решены. А третья – это предмет активных исследований большого числа ученых по всему миру и в том числе в нашей стране. Это я буду рассказывать про современное состояние. Но давайте начнем с того, что же такое нейтрино. Нейтрино часто про эту частицу говорят, что это призраки. То есть частицы призраки вокруг нас связаны с тем, что нейтрино в огромных количествах приходит из самых разных источников к нам на Землю. Вот если так изобразить человека, то нейтрино приходит к нам от Солнца, и через человека проходит каждую секунду 650 триллионов нейтрино. Постоянно земная атмосфера рождает тоже нейтрино, который также проходит через все вокруг. Они рождаются в недрах нашей планеты, называемые геонейтрино. Есть самые старые частицы во Вселенной, называемые реликтовые нейтрино, возраст которых примерно 14 миллиардов лет. То есть они родились практически сразу после Большого взрыва и отщепились уже тогда от термодинамического равновесия Вселенной. И на сегодняшний день это самые старые частицы. В каждом кубическом сантиметре таких частиц примерно 300 штук. Это значит, что в человеческом теле реликтовых нейтрино примерно 20 миллионов штук. Но несмотря на то, что мы и пронзаем этими частицами, и носим в своем теле реликтовые нейтрино в огромном количестве, мы их совершенно не замечаем. Причина этого в том, что это очень-очень слабо взаимодействующие частицы. Чтобы показать вам роль этой частицы и в понимании современной картины устройства мира и Вселенной, давайте начнем, собственно, с краткого описания, как все устроено и какова роль этой частицы в нашем понимании. Вот представьте себе, что, не дай бог, произошел какой-то кошмарный катаклизм, то есть все погибло, люди вернулись, которые выжили в почти первобытное состояние. И вот, если задать вопрос, что же из всего накопленного человечеством знания, самое ценное, что могли бы этим людям помочь ускорить потом снова развитие до сегодняшнего уровня цивилизации, то я бы сказал, что это идея о том, что все состоит из атомов. То есть вот эта вот идея, что если вы будете брать какой-нибудь кусочек вещества, делить его пополам до тех пор, пока вы не упрётесь во что-то неделимое, а именно так переводится слово «атом» с греческого, вот она, на мой взгляд, является одной из ключевых идей в современном понимании устройства мира. Как же устроены атомы? Конечно, я уверен, что вы знаете, но давайте я, тем не менее, сделаю такой краткий исторический экскурс. В конце 19 века сэр Томпсон, который открыл электрон, считал, что атомы устроены наподобие пудинга. Эта вот картинка изображена здесь. Тесто этого пудинга, значит, это положительные заряды, а электроны – это такие изюминки в нём. Сегодня, наверное, эта картина может вызвать некоторую улыбку, потому что, ну, как бы мы все привыкли к какой-то другой картинке, но тогда, на самом деле, эта картинка была очень даже логичной, и связана она была с тем, что люди прекрасно знали, что заряженные частицы, движущиеся с ускорением, а движение по орбите, как сегодня мы представляем атомы, это движение с ускорением, должны излучать электромагнитные волны, и вследствие этого они должны, электроны должны падать на ядро, и атомы вообще не должны существовать. И сэр Томпсон, будучи человеком неглупым, тоже это прекрасно понимал, и поэтому изобрёл вот такую модель. Но, ну да, и полный заряд положительных и отрицательных частиц в этом пудинге должен быть отрицательный, нулевой, извините. Но прямая постановка эксперимента всё расставила на свои места. Эрнест Резерфорд поставил эксперимент, в котором частицы, альфа-частицы, то есть это ядра гелия 4-го, рассеивались на атомах золота. То есть вот в серединке здесь, если вы посмотрите, здесь находится тонкая пластинка из золота, здесь обыкновенный радиоактивный источник, из которого вылетают ядра гелия 4-го. И вокруг, вот здесь, зелёным показана просто фотографическая пластинка. И Резерфорд смотрел, как часто эти ядра попадают вот в эту точку, или отклоняются на больший угол, или на больший-больший угол. Дальше легко сообразить, что если модель атома Томпсона вот такая, как себе представлял её Томпсон, то тогда альфа-частица, будучи рассеиваемой на частицах с очень маленькими массами, потому что вы всю массу атома равномерно размазываете по этому пудингу, альфа-частица никогда не сможет отклониться назад на 180 градусов. Она будет только слегка-слегка отклоняться этими частицами. Вы это всё можете представить себе легко, если вы образите бильярдный стол, на котором у вас есть тяжёлые бильярдные шары, и вы этими тяжёлыми бильярдными шарами будете ударять по маленьким теннисным шарам. Совершенно очевидно, что теннисный, который из пинг-понга, что никогда тяжёлый шар не отклонится назад. То есть всегда они будут просто как тяжёлые машины проходить через эти облака из теннисных пинг-понговских шаров. Что же увидел Резерфорд? Он увидел, что пусть и редко, но совершенно чётко эти альфа-частицы иногда отклонялись вплоть до 180 градусов. Это невозможно, если внутри не существует объекта, который был бы тяжелее, чем альфа-частица. Поэтому он был вынужден предположить, так же, как с этой аналогией с шарами теннисными и бильярдными, что чтобы отклонился тяжёлый бильярдный шар, вам нужно, чтобы он ударился в ещё более тяжёлый шар, и только тогда он сможет отклониться в обратную сторону. И тогда он был вынужден предположить, что внутри каждого атома находится тяжёлое ядро, а электроны уже как-то там болтаются вокруг. Вот так вот, в принципе, и родилась современная идея атома. И вот теперь мы переходим к первой загадке, связанной с этой физикой. Загадка номер один – потерянная энергия. Здесь вот вы видите газету «Новости на кончике пера». Это на самом деле не настоящая газета, конечно. Это шутники из нашего института, когда отмечали столетие соответствующего эффекта. Вот нарисовали такую газету, куда смотрит правительство, по пропаже века найдено и так далее, и так далее. То есть довольно смешная такая газета. Вот, я сейчас вам расскажу о том, какая же загадка связана с этим. Значит, смотрите. Люди поняли, что внутри каждого атома есть ядра. Эти ядра очень скоро стало понятно, что делятся на два больших неравных класса. Есть стабильные ядра, которые со временем никуда не исчезают, и есть которые распадаются. И когда люди стали изучать распады этих ядер, выяснилось, что в своих распадах они могут рождать либо гамма-квант, то, что мы сегодня называем фотоном, или элементарная порция электромагнитной волны, альфа-частицу, то есть ядро гелия четвертая, которая прямо выскакивает целиком из ядра, или бета-частицу, сегодня известно под названием электрон. И у этих частиц есть совершенно разные свойства, то есть они совершенно по-разному поглощаются материей. Например, чтобы остановить ядра гелия четвертого, достаточно тоненького листочка бумаги. Для того, чтобы остановить электрон, нужно уже толщина несколько миллиметров из алюминия пластинки, ну а гамма-квант может быть остановлен только несколькими сантиметрами свинца. И вот люди стали проверять простые вещи, например, брали энергию начального ядра, энергию конечного ядра, который получается после распада, и энергию вот этих частиц, альфа, бета или гамма. Кстати, вот эти названия, альфа, бета или гамма, исключительно просто по первым трем буквам греческого алфавита, потому что тогда люди еще не знали изначально, из каких частиц это излучение состоит. И вот выяснилось, что если вы возьмете альфа или гамма-частицу, то у вас выполняется очевидный закон сохранения энергии. То есть энергия конечного ядра плюс энергия, скажем, альфа или гамма-частицы всегда равняется энергии начального ядра. Когда люди стали проверять тот же самый закон с бета-радиоактивностью, оказалось, что он не выполняется. Энергия начального ядра всегда оказывалась больше, чем энергия конечного ядра плюс энергия бета-частицы. То есть очевидно, что энергия электрона куда-то терялась. Я сейчас для этой лекции все это очень сильно сокращаю. На самом деле эта история растянулась на 15 лет. Очень экстенсивных споров между ведущими учеными. И вообще это превратилось в очень большой кризис в физике, потому что закон сохранения энергии – это один из самых фундаментальных законов. Но через эти 15 лет люди поняли, что теперь нам с этим жить. Энергия в бета-распадах ядер не сохраняется. Что с этим делать? Мир разделился среди физиков на два лагеря. Нильс Бор, один из величайших физиков и создателей квантовой механики, даже предположил, что, наверное, действительно в микромире энергия может не сохраняться. И он эту идею продвигал даже в письменном виде. Но, к счастью, более молодые его коллеги, такие как австрийский физик-теоретик Вольфган Паули, они не поддержали его в этом, как сейчас понятно, неправильном предубеждении и отчаянно пытались найти, какое решение у этой загадки может быть. И вот после нескольких лет раздумий Паули нашел решение, о котором я вам скажу. Почему же люди так серьезно отнеслись к этой проблеме, несохранения энергии? Ну, вы наверняка знаете, что люди искали всевозможные вечные двигатели в течение многих столетий и предлагали самые хитроумные механизмы, которые, по их мнению, должны были бы двигаться вечно. Вот один из первых таких примеров вечного двигателя был предложен Робертом Флудом в 1618 году. Но каждый раз внимательное рассмотрение того или иного устройства обнаруживало, что оно работать не будет. То есть оно никогда не работало на практике, а если оно даже и делало вид, что работало на практике, то каждый раз это было связано с тем, что экспериментатор или демонстратор этого устройства незаметно что-нибудь там раскручивал и таким образом вносил туда энергию. Как вот, например, здесь, вот тут такие вот два тяжелых круга есть, это были маховики, которые раскручивал этот самый демонстратор. И пока энергия этих маховиков не тратилась полностью на трение, вода сверху катилась на колесо, поступала сюда и снова поступала наверх. То есть выглядело как будто бы вечный двигатель. В конце концов, однажды Французская Академия Наук прямо издала указ, что мы больше никогда не будем рассматривать никакие проекты вечных двигателей, потому что они просто противоречат фундаментальному закону природы сохранения энергии. Итак, что же предложил Паули? Паули предложил, что вот эта картинка, что начальное ядро превращается в конечное ядро и вылетает электрон, неправильное, хотя это именно то, что видели экспериментаторы. Правильная картинка такая, что начальное ядро превращается в конечное, плюс электрон, плюс еще что-то. Это что-то он назвал нейтроном, я это тоже называю нейтроном в кавычках, потому что я уверен, что вы знаете, что нейтроны сегодня это тяжелые частицы, которые находятся внутри ядер. Но на тот момент нейтрон не был открыт, а это был 1930 год, и он назвал его нейтроном. И эта частица должна была просто уносить часть энергии. Вот такая простая идея. Сегодня она кажется нам почти очевидной, вот тогда это была революционная идея, потому что весь мир, с которым оперировали физики, он был очень простой. Там было всего несколько частиц, протоны, электроны и фотоны, и ядра, которые состояли, как они думали, из них. Ну, Паули предположил, что его нейтрон должен быть очень легкий и очень слабо взаимодействовать, и поэтому мы его не видим в эксперименте. Но два года спустя Чедвик открывает настоящий нейтрон, и оказывается, что этот нейтрон тяжелый, даже тяжелее, чем протон, поэтому пауливский нейтрон, в кавычках, не годится на эту роль. Но проходит еще всего лишь год, и Энрико Ферми, итальянский теоретик, создает целую теорию бета-распада, в которой он первонаперво переобзывает нейтрон Паули в нейтрино, по-итальянски это означает маленький нейтрон. И второе, он помещает настоящие нейтроны, открытые Чедвиком, внутрь ядра, а раньше люди считали, что ядро состоит из протонов и электронов. И после этого все становится на свои места, и его теория полностью все замечательным образом объясняет. Однако, если вы думаете, что люди встали и начали хлопать ему от радости, от этих гениальных открытий, то вы глубоко ошибаетесь. Он послал свою работу в журнал Nature, который сегодня и тогда был ведущим журналом в науке, и рецензенты Nature отклонили его статью с формулировкой «Это спекуляции, слишком далекие от интересов широкого читателя». Вот такая вот забавная вещь. А сегодня та теория, которая в итоге родилась на основе теории Ферми, получила несколько десятков Нобелевских премий, многотысячные подтверждения в экспериментах и так далее. Но Фермиев был так расстроен и даже убит этой новостью, что он решил вообще бросить теоретическую физику и стать экспериментатором. И буквально через пять лет после того, как он переквалифицировался в экспериментаторы, он сделал там важное открытие и получил за них Нобелевскую премию. Вот такая вот ирония судьбы. Теперь мы переходим... Да, сейчас мы перейдем ко второй загадке. Вот, еще я хотел тут сказать по поводу слабости. То есть я сказал, что нейтрины очень слабо взаимодействуют. Вот в нашем теле их очень много живет и так далее. То есть нас проходит. Но давайте попробуем числа, каким-то численным образом эту слабость охарактеризовать. Как я вам расскажу буквально через пять минут, Солнце рождает нейтрино, которое называется солнечные нейтрино. И если поставить такой вопрос, как много нужно поставить, скажем, свинца или бумаги или еще чего-то на пути этого нейтрино, чтобы поглотить хотя бы половину этих нейтрино, окажется, что нужно будет залить свинцом все пространство от нашей Солнечной системы до ближайшей звезды Альфа Центавра. А это ни много ни мало 40 триллионов километров. То есть вот представьте себе такой вот кубик вещества, и то вы поглотите только половину нейтрино. То есть эти частицы действительно взаимодействуют безумно слабо, ни с чем это не сравнимо. Но, несмотря на это, нейтрино были экспериментально обнаружены, хотя Пауле полагал, что никогда его частица обнаружена быть не может, и поэтому он сделал ужасную вещь, как он писал своим друзьям и знакомым. Он постулировал частицу, которую невозможно будет найти. Но глаза боятся, руки делают. Два американских ученых, Райнс и Коун, они поставили очень простой эксперимент. Они взяли вот такую бочку, внутрь залили вещество, которое называется жидкий сентилятор. Это вещество характерно тем, что если через него проходит заряженная частица, то это вещество начинает светиться, значит, нужно этот свет как-то зарегистрировать. Поэтому эта бочка окружена 90 фотоумножителями, а фотоумножители это такие приборы, которые могут зарегистрировать даже одиночный квант света и превратить его в электрический ток. Ну и дальше это все пускалось на электронику и в компьютер для обработки данных. Откуда же берутся заряженные частицы? А вот такая реакция, которую они решили использовать. От реактора вылетает огромное количество электронных антинетрино, а в жидком сентиляторе, который они использовали, а это на самом деле было вещество для химчистки, там есть большое количество свободных протонов в формуле химической этого вещества. Поэтому антинетрино взаимодействие с протонами превращали их в нейтроны и позитроны. Позитроны сами по себе заряженные частицы, нейтроны, казалось бы, не заряженные частицы, но нейтрон, поблуждав некоторое время внутри этого объема, захватывался ядром, это ядро испускало гамма-квант после этого захвата, а гамма-квант очень быстро порождал целую лавину электронов и позитронов, пока пробирался сквозь вещество. И вот таким вот образом возникали две вспышки. Первая вспышка от захвата позитрона, и вторая вспышка по времени от захвата нейтрона и последующих гамма-квантов. Они поставили такой эксперимент и через несколько лет работы прислали вот такую телеграмму Паули. Мы счастливы проинформировать вас, что мы определенно обнаружили нейтрино от развалов ядер, наблюдая обратный бета-распад протонов. Вот эти вот реакции называются обратный бета-распад протонов. Паули в тот же день значит со своими друзьями-теоретиками напился, потому что до этого он поспорил со своим ближайшим другом-астрономом, что его частица никогда не будет обнаружена, и Паули поставил ящик самого дорогого шампанского, он очень любил этот напиток. Вот. Он утверждал, что никогда не будет обнаружена, соответственно, его друг-астроном утверждал, что будет обнаружена. Ну и если подумать, Паули в этом споре был в выигрыше в любом случае. Если он частицу никогда не обнаружит, значит, если никогда не обнаружит частицу, то тогда Паули выигрывал ящик шампанского, а если когда-нибудь их все-таки обнаружит, то тогда Паули проигрывал ящик шампанского, но становился героем, потому что он их предсказал. Очень умная стратегия. И Райнс в 95-м году получил Нобелевскую премию за это важное открытие. Таким вот образом нейтрино были открыты. Потом я сокращаю примерно 40 лет работы экспериментаторов и скажу, что были открыты еще два типа нейтрино, и они называются эти два типа мионные, нейтрино и тау-нейтрино. И суть этих нейтрино, этих частиц заключается в том, что они всегда рождаются вместе с соответствующей заряженной частицей. Электронная нейтрино вместе с электроном, мионная нейтрино вместе с мионом, тау-нейтрино вместе с тау-лептоном, которые, соответственно, тоже были физиками обнаружены ранее, до этого. И какова же роль этой частицы в нашей картине мира? Очень скоро стало понятно, что нейтрино, которая участвует в слабых взаимодействиях, нарушает пространственную четность. Это звучит, я уверен, для большинства из вас очень абстрактно, но если это перевести на простой язык, то это выглядит вот так. Законы физики в нашем мире и в зеркале разные. То есть, представьте себе, человек смотрится в зеркало, наклонив голову, а его отражение выглядит вот так. Это выглядит дико, и для ученых, многих, включая нобелевских лауреатов, это выглядело абсолютно диким и непонятным, но через некоторое время люди были вынуждены признать, что так и устроен мир. То есть, слабые взаимодействия в нашем мире и в зазеркалье ведут себя по-разному. И когда это было обнаружено, это помогло ученым построить правильную теорию, которая называется стандартная модель и на сегодняшний день это самая успешная теория, которая описывает просто все вокруг за исключением двух вещей. Эти вещи называются темная энергия и темная материя. Кто-нибудь слышал про темную энергию? Поднимите руку, если кто-нибудь слышал про темную энергию. А кто-нибудь знает, что это такое? Мы с вами в этом абсолютно на одной волне. Я тоже не знаю, никто не знает, что это такое. И стандартная модель тоже не может этого объяснить. Но за исключением этих двух очень важных и по всей видимости революционных вещей, которые еще предстоит открыть, все остальное стандартная модель великолепным образом описывается. И если бы не было слабых взаимодействий по голове с нейтрино, то мы бы не смогли угадать эту стандартную модель. Теперь вторая загадка называется загадка солнечных нейтрино. Справа у меня приведена картинка Солнца. Никто ничего необычного в этой картинке не видит? Пятна, да. Ну, пятна все знают. А цвет вас не смущает? Да, белая почему-то. А вы бы каким ожидали? Желтая, да. На самом деле Солнце белое. Если вы выйдете в космос, как вот предыдущий докладчик, то вы увидите, что Солнце белое. А желтое оно у нас в атмосфере, потому что синие лучи отклоняются проходя через атмосферу. И они отклоняются беспорядочно во все стороны, поэтому небо становится голубым, а Солнце становится желтым. на самом деле Солнце белое. И теперь каким образом устроено Солнце? Значит, это, в принципе, простой газ из водорода и гелия. И эти частицы массивные, поэтому они при помощи гравитационного взаимодействия пытаются сжаться в точку. Гравитация пытается Солнце сжать в точку. Но внутри возникает давление газа, которое препятствует этому сжатию, и поэтому между ними существует некоторое равновесие между давлением и гравитационным сжатием. Однако Солнце постоянно теряет энергию на излучение. Я думаю, все это знают. Мы все живем здесь благодаря этой самой энергии. На каждый квадратный метр в единицу в одну секунду падает примерно полтора киловатта мощности от Солнца. Вся эта энергия в конечном итоге служит нам и нефть, и гидроэлектростанции, и все, что вы можете вообразить за исключением атомных станций, все это есть либо прямо текущая энергия из Солнца, либо запасенная в течение сотен миллионов лет, как это в нефти и газе. Так или иначе, теперь мы понимаем с вами, что Солнце теряет энергию. Раз оно теряет энергию, значит оно остывает, значит давление в нем уменьшается, значит гравитация будет сжимать его сильнее, через какое-то время Солнце просто прекратит свое существование. Как вы думаете, сколько времени бы понадобилось Солнцу, чтобы оно перестало светить, если бы в нем не было какого-то механизма восстановления энергии? Ну какое-нибудь число назовите, год, месяц, секунд, ну нет, не секунд, через миллион лет Солнце прекратило бы существование. Вы скажете, о, ну миллион лет это много, на самом деле это немного, Земле почти что 4,9 миллиарда лет, и если бы на протяжении этого масштаба Солнце бы прекратило свое существование, мы бы это точно с вами заметили, то есть миллион лет это очень мало, поэтому очевидно, что в Солнце есть какой-то источник энергии, который продолжает его подпитывать. Что же это за источник энергии? Это термоядерные реакции. Дело в том, что внутри Солнца происходят вот такие реакции, некая цепочка, изображенная справа, в которой 4 протона превращаются в итоге в одно ядро гелия, 4, 2 электрона и 2, нейтрина. И в этой реакции выделяется энергия, то есть это реакция с выделением энергии. Именно эта энергия и подпитывает Солнце и нашу жизнь. Однако, это такая, если хотите, теоретическая картина. Каким образом можно было бы эту картину доказать? Можно послать туда, так чисто умозрительно, какую-нибудь космическую экспедицию, да, внутрь Солнца залезть с градусником, посмотреть там, все и так далее. Но вы понимаете, что, конечно, это нереально. Уже на поверхности Солнца температура 6000 градусов и никакой самой тугоплавки материал его не выдержит. А внутри Солнца температура вообще 15 миллионов градусов, это было бы нереально. Каким же образом ученые смогли заглянуть внутрь Солнца и узнать, что же там происходит? Это нейтрино. В этих реакциях, как я вот нарисовал, вылетают электронные нейтрино. И если бы мы увидели нейтрино, которые летят от Солнца и в деталях измерили все их характеристики, энергии, там много разных реакций, я сейчас, разумеется, все сильно упрощаю и срезаю углы, но в целом идея такая же. Вот. То, зарегистрировав электронные нейтрино от Солнца, мы бы смогли подтвердить или опровергнуть тот факт, что там происходит ядерная реакция. Давайте решим простую задачку. Она 12+. Значит, вот смотрите, сколько времени нужно фотону или нейтрино, который рождается в центре Солнца, чтобы добраться до Земли. При этом я даю вам расстояние от центра Солнца до Земли 150 миллионов километров и скорость фотона будем считать равной скорость нейтрино 300 тысяч километров в секунду. Можно число не называть, просто скажите, как считать. Ну, что-то на что-то поделить или умножить. Вот, правильно, умница, да. То есть, нужно поделить расстояние на скорость, получим 500 секунд, это есть 8 минут, столько идет свет от Солнца до Земли. А вот смотрите, правильный ответ. 100 тысяч лет для фотона, 500 секунд для нейтрино. Как вы думаете, почему? Масса? Масса? Нет, масса там ноль, можно считать. когда он пробирается сквозь подробное количество массы и вегетации, он делает очень сложный путь, они так как в природе и в природе. Умница. И так проходит практически на сходу. Точно. Именно так. Если бы у меня был с собой приз, я бы вам сразу его дал. Но давайте мысленно. И вот поэтому, смотрите, когда вы в следующий раз пойдете загорать на пляже, а это значит получать фотоны от Солнца, помните, что они выбирались к вам 100 тысяч лет, испытав при этом 10 в степени 22 столкновений внутри Солнца и все-таки загнулись именно на вашем участке кожи, дав вам красивый загар. Едем дальше. Теперь я скажу, сколько выделяется энергии в этой реакции. Этой энергии примерно 27 миллионов электрон-вольт. Электрон-вольт это энергия, которую приобретает электрон, когда пойдет разность потенциалов 1 вольт. В розетке у нас 220. Значит, если мы туда запустим электрон, он получит 220 электрон-вольт разницы потенциалов. А тут 27 миллионов электрон-вольт выделяется в этой реакции. Значит, во-первых, откуда такая большая энергия? Это уже чисто атомная физика или даже эффекты, связанные с релятивизмом. Четыре протона весят тяжелее, чем фактически те же самые четыре протона, но внутри одного ядра, гелия-4. Вот это вот разница энергии, которая берется из сильных взаимодействий, она и выделяется в итоге в Солнце. Для того, чтобы посчитать, а мы с вами сейчас также проделаем такое упражнение, мы с вами посчитаем число нейтрина на поверхности Земли на один квадратный сантиметр в секунду. Конечно, люди, которые это делают, это большие теоретики, они используют очень сложные программы, которые месяцами считают и так далее, то есть с большим количеством уравнений. Мы с вами сейчас сделаем то же самое вычисление практически в уме и оно будет правильным, но давайте, что там без носа. все очень просто. Мы с вами заметим, просто зная, глядя на эту реакцию, простые вещи, что, наверное, число нейтрина, которое с Солнцем порождается в единицу времени, это будет вот эта двоечка, два нейтрина на каждую реакцию, умножить на число таких реакций в секунду. Согласны? Мы не можем с вами посчитать вот так вот на ходу число этих самых цепочек в секунду, потому что это очень большая осложнятина. Но мы просто скажем, что, ну, такая функция есть. А теперь мы можем с вами сказать следующее. Осветимость Солнца, то есть сколько это Солнце энергии в единицу времени во все пространство излучает, это есть вот это Q, то есть полная энергия, которая выделяется в одной вот такой цепочке, умножить на то же самое число цепочек. Согласны? Теперь очень просто. Вместо того, чтобы считать число цепочек и потом оттуда узнавать число нейтрина, мы с вами воспользуемся этими двумя уравнениями, разделим левую часть и правую часть, и у нас вот эти вот одно и то же выйдет сократиться. то есть мы разделим число нейтрина в секунду на светимость Солнца и мы получим 2 разделить на Q. Дальше, чтобы привести это к величинам, которые мы измеряем здесь на Земле, нам нужно еще разделить на квадрат расстояния, потоки все ослабевают с квадратом расстояния, но это одинаковый фактор, что в числителе, что в знаменателе, ничего не изменится. И после этого мы можем подставить числа Q мы знаем, светимость Солнца мы с вами знаем, я уже это число упоминал, 1,4 кВт на квадратный метр, двойку мы тоже с вами знаем, и поэтому мы легко можем посчитать число нейтрина на квадратный сантиметр в секунду, это будет 6,5 на 10 десятых. Прямо это число мы с вами не будем вычислять онлайн, это каждый может проверить, это действительно простое упражнение. То есть, как бы теория очень простая. Теперь давайте сравним ее с экспериментом. Опять я пропускаю 40 лет работы, люди сравнили с экспериментом и оказалось, что экспериментально видно в 2-3 раза меньшее число. И это возник, и это получило название загадка солнечных нейтрино. Если бы вычисления были какие-то безумно сложные или еще что-то, всегда можно было бы найти какие-то там объяснения этому, а все вычисления вот они такие, на одном слайде помещаются. Ну, конечно, я упрощаю, на самом деле они делают сложные вычисления, но в конечном итоге ответ будет такой же. Очень простой. Поэтому с одной стороны здорово, что люди нашли нейтрино от Солнца. Это доказывает, что там происходит ядерная реакция. С другой стороны этих нейтрино оказалось меньше. и это было непонятно. И я вам снова не буду рассказывать как бы длинную историю, как эту загадку решали. Это тоже было история на не одно десятилетие. Сразу расскажу ответ. Значит, оказалось, что электронные нейтрино, которые рождаются в центре Солнца, пока движутся сквозь Солнце, превращаются в смесь нейтрино трех сортов. Электронные, мионные и Тау. А все детекторы, которые раньше делали, они могли видеть только электронные нейтрино. Поэтому они видели одну третью от этих нейтрино. Пока, наконец, не появился один очень умный человек, который предложил эксперимент под названием СНО. Эта аббревиатура означает Садбари Нейтрино Обзерватори, то есть нейтринная обсерватория Садбари в Канаде, которая умела видеть по отдельности и электронные нейтрино, и их сумму. Электронные мионные Тау. И когда они вот этот эксперимент поставили, они обнаружили, что электронных действительно одна треть, а всех вместе ровно столько, сколько мы и ожидали с вами из нашего расчета. И эта картина описывается эффектом под названием нейтринные осцилляции. И приятно, что в этом эффекте поучаствовали вот следующие ученые Бруно Пантекорова, который имеет итальянские корни, работал в нашем институте в Дубне 40 лет Станислав Михеев и Алексей Смирнов из Института ядных исследований в Москве и Линкольн Вольфенштейн американец, американский физик. Несколько слов про Бруно Пантекорова. Вы, наверное, слышали, у Высоцкого есть, было бы здорово, что Пантекорова. Да, вот этот самый Пантекорова работал у нас в институте более 40 лет. Вот он заложил школу нейтринной физики в Дубне и предложил целую кучу идей. Пять из них привели к Нобелевским премиям. К сожалению, ему ни одной Нобелевской премии не дали. Но премию имени Пантекорова, которую мы установили в нашем институте, оказывается, что всем, кому мы ее давали, они в конечном итоге получали потом Нобелевские премии. Ну, не всем, но тем, кому мы давали. Вот. Нейтринная физика, она не бедна на Нобелевские премии. То есть, вот этот список Нобелевских премий по этой физике. И давайте я расскажу про текущую астрофизическую загадку номер 3, которая еще не открыта. И, может быть, кто-нибудь из вас сможет в ней поучаствовать. Значит, речь идет про астрофизические нейтрино. Что мы знаем про нейтрины из космоса? Вот я вам только что рассказал про нейтрины от Солнца, которые называются солнечные. Еще в 1987 году было открыто несколько нейтрино, около 20 штук, от взрыва сверхновой звезды, вот с таким названием. И, наконец, в 2013 году на Южном полюсе было обнаружено нейтрино просто с бешенными энергиями в миллиарды раз больше, чем энергии нейтрино от Солнца. Вот в таком эксперименте, это тоже сам по себе уникальный эксперимент. Вот обратите внимание, вот это Эйфелевая башня, вот такие вот тросы длиной 3 километра, на этих тросах висят вот такие вот шары, оптические модули, которые могут видеть свет, оставляемый заряженной частицей. Когда заряженная частица проходит через такую установку, она светит, как сверхзвуковой самолет с таким фронтом, называемым черенковским излучением, и этот свет попадает в оптические модули, оптические модули его состоят из фотоумножителей, регистрируют этот свет, и дальше по проводам это все попадает в компьютер, и можно таким образом увидеть взаимодействие нейтрино. Сначала они увидели три события, дали им даже имена, Берт, Эрни и Биг Берт, значит, у этих нейтрино были вот такие бешеные энергии, 10 в 15 электрон вольт, или в миллиард раз больше, чем энергии солнечных нейтрино. И потом они увидели еще несколько десятков менее энергичных нейтрино, таким образом вот родилась нейтрино-астрономия, стало понятно, что есть нейтрино, которые летят откуда-то из космоса, и у этих частиц просто совершенно бешеная энергия. В чем же тут загадка? Самая большая загадка, что во Вселенной рождает нейтрино столь высоких энергий? То есть я вам уже несколько раз сказал, что эта энергия в миллиард раз больше, чем энергия нейтрино, которая рождается в звездах. И теперь я хочу рассказать про эксперимент, который проходит у нас здесь, в России, силами международной коллаборации, называется Байкальский нейтринный телескоп. Если мы посмотрим из космоса на нашу планету Земля, вот мы увидим Байкал, и на южной части Байкала раз в год в течение февраля, марта и начала апреля лед толстый покрывается вот такими установками с людьми, которые устанавливают под лед в толщу воды байкальской свои детекторы. Вот такая структура нашей коллаборации, в ней сейчас 75 участников из российских и зарубежных институтов и университетов. Почему Байкал? Дело в том, что во льду, а эксперимент IceCube, который я упомянул, открывший эти астрофизические нейтрины, находится во льду. Так вот, во льду свет очень сильно рассеивается, то есть меняет свое направление. Если вы посмотрите на вот эту левую картинку, то это здесь хорошо видно. Очевидно, что за этим куском заглыбы льда где-то находится солнце, но вы пятна солнца не видите, да? То есть этот солнечный диск полностью перерассеивается и значит этот кубик, этот кусочек льда светится практически равномерно. То же самое происходит и на Южном полюсе. А из-за того, что свет перерассеивается, мы не можем узнать с какого же направления он приходит. А как можно делать астрономию? Нам нужно узнать источник этих частиц нитрино-бешеных энергий, если мы не можем определить направление на этот источник. В то же время в Байкале вода безумно прозрачная. Вот вы видите здесь Байкал, какой-то ребенок, девочка маленькая смотрит вниз и из воды, с большой глубины водолаз ее снимает. Вы видите, абсолютно четкая картинка, никакого размытия, ничего. То есть в Байкале вода настолько чистая, что рассеяния нет, и поэтому в Байкале мы можем гораздо точнее определить направление на источник нейтрино. Точность определения в байкальской воде будет в 5-7 раз лучше, чем в Айскюбе. Вот это были главными мотивирующими факторами для нас при построении этого эксперимента. Этот эксперимент начал свою историю в 80-м году, потом были 90-е годы, когда значит он устанавливался, получал первые данные и так далее. Потом было некое время такого затишки, связанное с плохим финансированием науки в России и так далее. И вот в 2014 году у этого эксперимента появилась новая жизнь. Наш институт в Дубне вместе с институтом ядных исследований в Москве играет в этом эксперименте лидирующую роль. Сейчас сюда пошли деньги. И он прямо развивается семимильными шагами. Задача этого эксперимента в плане строительства построить в толще байкальской воды установку объемом 1 кубический километр. Вот представьте себе километр, километр на километр, которая покрыта вот такими тросами, свисающими вниз и фотоумножителями, просматривающими воду в поисках вспышек света. И на данный момент эта установка уже на 40% построена, то есть ее объем 0,4 кубических километра. И уже сейчас мы видим какие-то интересные события из космоса. Вот так вот выглядит карта звездного неба, а кружочками показаны 10 событий взаимодействия нейтрино в нашей установке, которые пришли вот из тех направлений. То есть вот эта вот работа началась. И даже есть парочка событий, которые находятся рядом с микроквазаром. Значит, сегодня считается наиболее популярной гипотезой, откуда могут браться нейтрино таких бешеных энергий. Это черные дыры, которые находятся в центре каждой галактики практически. И вокруг этой черной дыры вот такой вот аккреционный диск из разорванных звезд летает и образуется очень энергичный ускоритель, который часть энергии так сказать выплевывает в плоскости перпендикулярной движению этого вещества. Видите, вот такая струя. И если эта струя направлена на нас, то тогда мы можем увидеть нейтрино из этого источника. Ну, вот это вот все, что я хотел вам сегодня сказать. то есть нейтрино это очень такой мощный инструмент исследования микромира и вселенной. И физика это важно, интересное и весело. Как фильтруются помехи и другие источники света в экспериментах Ice Cube и то, что происходит на Байкале? Например, от биолюминесцентных бактерий или каких-то спонтанных химических реакций? Ну, как правило, это происходит по множественности срабатывания. То есть, вот эти вот источники, они в единицу времени известны, дают количество срабатываний, сколько в единицу времени. И если вы видите разные фотоумножители, которые попадают в одно узкое окно, то, как правило, там настраивается это окно таким образом, чтобы от этого фона было очень мало событий. Поэтому вот на совпадении, скажем, трех-четырех оптических модулей в неком окне вы уже почти полностью убиваете вот эту фотолюминесценцию. Здравствуйте, Дмитрий Вадимович. Спасибо огромное за чудесную интересную лекцию, такой вопрос. Я слышала, что у вас есть даже такой поселок, где у вас располагается научный центр, нейтрино называется, и там проводятся в том числе медицинские исследования. Скажите, пожалуйста, каким образом применяется нейтрино в медицине, и как нейтрино, я слышала, что в онкологии это используется, точечно может убивать опухоль. Как это получается у нейтрино? Как получается не задевать здоровые ткани? Спасибо огромное. Хотел бы я знать, как это делается при помощи нейтрино. Нет, дело в том, что при помощи нейтрино медициной мы не занимаемся. В нашей лаборатории в Дубне есть протонный центр, который делает протонные пучки, и эти протонные пучки уже убивают раковую опухоль. Вот, нейтрино нет. Они так слабо взаимодействуют, что это нереально. Спасибо за вопрос. Ну, да? А у вас в Дубне в коллайбе типа того, который в Церне, вот, мы были в Церне в 92-м году просто с семьей, вот, а у вас в Дубне похожи коллайдеры, которые в Церне? Ну, как бы, все коллайдеры чем-то похожи, вот, и чем-то отличаются. Они отличаются у нас, в первую очередь, частицами, которые там ускоряются, а в Церне, вот, большой адронный коллайдер, там ускоряются протоны и сталкиваются друг с другом, а в Дубне там будут ускоряться ядра, золото и других элементов, а также энергии. В Церне там энергии просто очень большие, а в Дубне энергии меньше, но это связано с тем, что физика в Дубне с этими коллайдерами будет изучаться другая. Там как раз нужно, чтобы это ядро развалилось, но не совсем в смятку, так сказать, чтобы там еще остались какие-то кварки, и физики будут там искать кваргленную плазму, то вещество, которое в первые доли секунды рождения Вселенной возникло. Вот. Этот проект называется ускоритель такой НИКА. Наверное, здесь какие-то лекции должны были быть на эту тему. Были, да? А. Скажите, по Байкальской обсерватории есть перспективы круглогодичного пребывания телескопа? По какому? По Байкалу. Есть ли перспективы круглогодичные, чтобы они там работали обсерваторами? А, да, правильный вопрос. Мы дело в том, что устанавливаем только все эти детекторы два месяца в году, а дальше они целый год крутятся там, ну, так сказать, живут в Байкальской воде. То есть каждому тросу снизу прикрепляется тяжелый, примерно полуторатонный такой якорь, и он стоит на дне. И дальше вот они несколько лет работают, ну, собственно, сколько хочешь там лет должны работать эти оптические модули. А эти два месяца в году, про которые я говорил в феврале-март, просто Байкал покрывается метровым слоем льда, и мы только тогда и можем туда выезжать на технике тяжелой, чтобы сверлить дырки, опускать и так далее. А дальше все это круглый год. Скажите, пожалуйста, а можно ли изменить путь нейтрино какими-либо полями? Изменить нейтрино полями? Изменить его путь. Как это, например, происходит с электронами? Ну, как бы теоретически, конечно, можно себе такое представить, но если говорить практически про движение во Вселенной, то сколь угодно сильные магнитные поля, электрические поля абсолютно никак не влияют на нейтрино, и это является их очень сильным свойством, потому что если, например, из области черной дыры пытается вырваться к нам протон, да, или электрон, какая-нибудь заряженная частица, то он обязательно с сильными магнитными полями отклонится и в итоге придет откуда-нибудь вообще с другой стороны. А нейтрино, оно прямиком шпарит, откуда оно родилось, вот так по прямой и идет. А гравитация влияет на нейтрино или нет? Гравитация влияет, потому что у нейтрино есть масса, но этот эффект очень-очень слабенький для таких масс, как у нейтрино. То есть нейтрино практически не задевается вообще ничем. Единственный способ, которым можно обнаружить его влияние, это то, которое вы рассказали в этой презентации. Да, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...